Ассаляму алейкум, дорогие телезрители, в эфире обзор исламских новостей в стране и мире. С вами в студии Смаилов Ренат. В городе Алматы прошло собрание представителей Духовного управления мусульман Казахстана с руководителями компании, прошедших конкурс на право организации хаджа. Паломничество к святыням исламу в этом году начнется в конце августа, начале сентября и завершит 22 сентября. В ходе встречи на Эпмуфте Серикпай Кажиурас представил нового руководителя отдела по хаджу Духовного управления мусульман Казахстана Бейбита Марзагильдиева, а также остановился на ключевых вопросах организации и проведения паломничества. В этом году Казахстану выделены 3000 квот на хадж, сказал Серикпай Кажиурас, и отметил, что работа по организации паломничества с каждым годом улучшается и повышается качество услуг. Прямые рейсы будут осуществляться из трех городов – Астаны, Алматы и Шимкента. На встрече также были обсуждены вопросы повышения качества оказываемых турфирмами услуг, озвучены новые требования к ним. На сегодняшний день уже разработан план работы казахстанской хадж-миссии, с которым Бейбит Марзагильдиев ознакомил присутствовавших на собрании участников. В преддверии начала хаджа в 2016 году работники фабрики по пошиву кислы завершают пошив знаменитого черного покрывала, которое укроет Каабу в день Арафа 12 сентября. Кисла – это покрывало, которым покрывают священную Каабу в Мекке. Ее меняют ежегодно накануне хаджа, после окончания которого ее разрезают на кусочки и раздают мусульманам. По мнению некоторых ученых, традиция укрывать Каабу кислой берет в свои истоки со времен пророка Исмаила Мирому. Президент Турции Таип Раджеб Эрдоган минувшим утром лично прочитал азан призыв к молитве в национальной мечети, расположенной на территории президентского комплекса в столице. Телеканал продемонстрировал и видеозапись, сделанную одним из прихожан, на которой, как заявляется, слышен голос лидера страны, выступившего в роли Мудзина. Один из лучших футболистов мира, португальец Криштиану Роналду, признался, что испытываю теплые чувства к исламу и мусульманам. Мое детство было непростым, у семьи не было денег. Нам с братом приходилось делить одну кровать на двоих. В школу я ходить не мог, потому что мои родители не смогли ее оплатить. Свои страдания я старался стереть, играя в футбол. На поле я мог выплеснуть всю свою злость. И поэтому, когда я жертвую голодным африканским детям деньги, я делаю это не для славы, а потому что знаю, каково им. Я не могу без слез смотреть на плачущих палестинских детей, у которых на устах мое имя. Я люблю мусульман, потому что их жизнь упорядочена и похожа на идеальную, а не беспорядочная и хаотичная. Я много знаю об исламе и могу точно сказать, что все, что пишут о нем в последнее время в прессе – наглая ложь, отметил футболист. Молодая девушка из негирийского города Кноп проводит большую часть времени в пластиковом тазу. Из-за недуга ее тело по размерам как раз умещается в эту посуду. Мусульманка Рахма Харуна, которая сейчас 19 лет, родилась обычным здоровым ребенком, но в 6 месяцев ее тело перестало расти, и только голова со временем приобрела взрослые размеры. Несмотря на постоянную боль и неудобства, девушка сохраняет оптимистичный настрой и не жалуется на жизнь, а ее лицо сияет удивительной красотой. Девушка также соблюдает предписание религии и носит хиджаб. «Я благодарна Аллаху за все, что делаю, и я бы хотел открыть свой бизнес в продуктовом магазине», говорит Рахма. Недавно местные меценаты приобрели девушке инвалидную коляску, которая очень помогает ей в передвижениях. На этом все. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова